Шклов Небольшой районный центр в Могилевской области на берегу Днепра. Город встречает размеренностью, спокойствием и чистотой. У людей, интересующихся спортом, при упоминании Шклова сразу на ум приходит футбольный клуб «Спартак». Когда-то команда даже добиралась до первой лиги. Сейчас выступает в чемпионате области. В 90-х, 2000-х вариантов в какой вид спорта дать ребенка здесь было немного. Все было на любительском уровне. Впрочем, ситуация кардинально поменялась в ноябре 2016 года. Небольшая группа детей под чутким руководством мужчины в олимпийской экипировке тянет мышцы. Площадка пока занята любителями. Приезжают сюда даже из Могилева. Во всей республике найти лед в этот период практически невозможно. В июне-июле функционируют 2-3 арены. Решили не топить его и в Шклове. Хорошо, руками работай. Переворачивайся. Хорошо. Поворотиком пошли петлю. Поворотиком, поворотиком, поворотиком. Плечики не нагоняем. Ты меня догоняешь. Видишь, молодец. Ой. Поехали, поехали. Поехали, поехали. Петлю. Поехали. Это Виталий Роговцев, тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту. Сам могилевчанин. Ну а сюда приехал на массовое катание. Поддержать свою форму, но и с детьми поработать. Все, ребятки, стали. Давайте сейчас сделаем восьмерочку. Вашу традиционную. Раз, два, три. Один раз, видите? Один раз я проехал. Дело в том, что мы провели уже здесь в конце мая один учебный тренировочный сбор двухнедельный. Опробировали эту базу на молодежной юниорской сборной команде здесь. Мы здесь использовали шо-трек, сделали блок шо-трека. Тут есть очень хороший реликодром рядышком, который составляет два километра протяженность. И, ну, хорошие, в принципе, все условия нам предоставляют и зал, и сауна. И поэтому мы второй сбор буквально заезжаем сюда с понедельника. Это будет у нас уже второй централизованный сбор национальной команды юниорской молодежной. Будем работать здесь. Акцент будет сделан на шо-трек, потому что шо-фа – это одна из немногих арен сейчас действующих в республике, которые не растапливают лед. Так как арена новая, и по технологиям нужно лед этот хранять, ну, не растапливать. Поэтому конькобежцы будут использовать как для шо-трека, работая в режиме шо-трека. Ну, и опять же, здесь условия хорошие. Роликодрома, силового зала, питание, гостиницу мы тоже наладили. Поэтому мы будем работать так. А сейчас я перехожу просто с моим сыном покататься на массовое катание шклов, зная, что здесь дешево, близко. Несмотря на то, что сам Роговцев специализируется на конькобежном спорте, сына он удоб в хоккей. Наши виды спорта, которые поздние по закону приходят и начинают с 9 лет. Это минимальная ситуация. Даже 9, 10, 11 и так далее. Поэтому, несмотря на то, что я тренер на центральной команды, да, и жена у меня работает с детьми, тем не менее ему маленькие, всем летом ему неинтересно пока это все делать, бегать кроссы, делать упражнения и так далее. И жене он пока больше мешает, чем помогает. Тем самым хоккей это интересно, это развитие, это координация. Поэтому ему нравится очень. Он начал заниматься буквально 7 месяцев, у него получается, добился какой-то прогресса. Уже и турниры ездил, и шайбы забивает. Поэтому пока так будет. Пускай занимается, пока развивается. Я за то, потому что, как правило, очень много даешь сил, энергия чужим детям. До своих не доходят руки, да, как бы, и силы. В его практике были случаи, когда, придя в хоккей, ребенок и родители поняли, что перспектив немного, и ушли в конькобежный спорт. И сменив специализацию, мальчишка раскрывался. Сейчас в России есть такая ситуация, чемпион мира, там, серебряный президент чемпионата мира, Руслан Мурашов, он играл в химике в Воскресенском до 18 лет. А в 23 года он стал чемпионом мира по конькам. Ну, и поэтому, дело в том, что лишь бы дети занимались, получали общую физическую базу, специальную физическую базу, скольжение, лед. Это самый близкий в спорте к моему, не считая фигурное катание. Поэтому для пацанов хоккей интересен развитие, социализация в команде, друзей, физическая подготовка. Я где-то помогаю в той же команде, где он занимается, а где-то какими-то обучающими моментами. Поэтому, я не знаю, дальше мы смотреть. Я рад, что он вообще, в принципе, не сидит дома, а уже катается на хоккей, и что-то стремится играть, побеждать, бороться. Любители массовое катание, ближе к 17.00 лед переходит во владение хоккейной школы. На это время запланирована вторая тренировка. Щепетильные родители помогают своим чадам облачиться в амуницию. Несмотря на то, что хоккейная секция открылась всего 6 месяцев назад, здесь уже занимаются 110 детей, которые разделены на 9 групп. Неплохая цифра для города с населением в 17.000 человек. Родители только были за, пошли на встречу. Конечно, где-то были проблемы с экипировкой, но здесь нам помогла и Федерация хоккея, и также Национальный олимпийский комитет. Помогли, спонсорскую помощь оказали в районе 25 тысяч белорусских рублей. Поэтому родители только были за. Для нас это новый вид спорта, потому что была только площадка, она действовала зимой. А сейчас круглый год можно заниматься хоккеем. Поэтому для детей это большое подспорье. Всего здесь работают три тренера. Один из них, Александр Ананьев, в момент съемок повышал квалификацию в Минске. К занятию готовилась группа Андрея Ивановича Малахова. Здравствуйте! Здравствуйте! Что-то слабовато как-то, а! Все, тихо, хватит! Все живы-здоровы? Да! Ничего не болит? Нет! Ну что, добьемся, чтобы попы болели, да? Да! Будем падать? Да! Ребята, первый свисточек, ускорение, второй остановка, стойка! Побежали! Быстрее! Быстрее, быстрее! Давай, Ярик, давай! Степан, живее! Да! Смотрим по сторонам! Кто смотреть будет? На льду дети разных возрастов, от пяти до семи лет. Впрочем, учитывая, что заниматься стали полгода назад, навыки и умения у всех примерно одинаковы. И вот здесь случился курьезный момент. Если бы не тренер, наш оператор так бы и не понял, что на льду есть девочка. Давай, давай, Александр, давай, давай! Работают ножки, работают! Давай! Вставай быстро, вставай! Ребенок, младший сын, пять лет, ему пришли посмотреть, как ребята постарше тренируются, он увидел, загорелся, начал ходить. Ну, следом сестра за ним ходила, тоже все просилось на лед, ну, так как девочек не брали, она бегала вокруг во время тренировки, вокруг арены, прыгала тоже. Когда они выходили на землю работать, тоже бегала вместе с мальчишками, загорелась, просила на лед. Я ей сказал, Александра, разговаривая с тренером, она сама начала просить, он ей сказал, что в сентябре будет набор в девичью секцию. Ну, она обрадовалась, очень ждала этого момента и постоянно спрашивала у нее, скоро, скоро. Он увидел ее упорство, говорит, давай, выходи, бери амуницию, выходи, потихоньку попробуем. Ну, так вот началось все. Она ходила тут с глазами сгорящими, тут на каждую тренировку, тут все помогало. Да, девчонка тоже такая боевая, и глаза горят у нее, впитывает, как губка все. То она буквально, ну, тренировок семь, наверное, прошло только. Ну, вы видели уже это. Не знаю, мы с моим напарником, вот Александр Николаевич, Ананев, мы работаем вместе. Он сейчас на курсах повышения квалификации. Мы подумываем о сентябре, чтобы, может, попробовать и девчонок набрать. Потому что, как бы, когда набор происходил в октябре, в класс заходишь, девочки, ой, сколько желающих было девчонок. Не знаю, как разрешение получим, не получим, но в планах есть. Как показывает практика, девочки, пришедшие заниматься хоккеем, дают фору мальчишкам. Они более дисциплинированы, раньше раскрываются, отличаются усидчивостью и быстрее схватывают тренерские установки. Мой брат пошел вот на хоккей, мне тоже хотелось чем-то заниматься. Я попросила Андрея Ивановича меня впустить сюда кататься с мальчиками. Но мальчики, они ведь, как правило, они сильнее, они быстрее. Ты не боишься, что ты будешь там проигрывать им? Нет. Нет. А есть ли у тебя какой-то кумир, может тебе кто-то нравится из хоккеистов, или ты какой-то фильм смотрела, может, про хоккеистов? Есть такой. Расскажи. Харлама. Она посмотрела как-то фильм «Легенда номер 17», ей очень понравился Харламу, попросила показать его, ну, какой он на самом деле. Пришлось лезть в интернет, показали, как тренировался Харламу, как играл. Она посмотрела некоторые игры суперсерии 1972 года с Канадой, ну, стала ее кумиром. Харламу, про Тарасова фильмы смотрели, то есть ребенку, ребенок погрузился в хоккей полностью. В истории белорусского хоккея было несколько случаев, когда в мальчишечью команду брали девчат. Это кадры, датированные 2010 годом. Карина Шептицкая вместе с ребятами побеждает в «Золотой шайбе». Сама же девочка становится лучшим бомбардиром турнира. Я в этом турнире забросила 35 шайб. Правда, уже тогда она, несмотря на свой юный возраст, понимала, в Беларуси себя не реализовать. Ну, скорее всего, в Россию поеду, там лучше развивается это. Мы встретились с Кариной спустя 7 лет, в феврале 2017-го. Сейчас она выступает в Турции. Детские годы Шептицкая вспоминает с улыбкой. Поначалу мальчишки-сверстники ее совсем не воспринимали, но самым сложным было другое. Это непонимание людей. И тех людей было достаточно, на самом деле, которые ставили палки в колеса. То есть, когда настало время играть уже в республиканском турнире, то есть мы просто сказали, нет, нельзя. Почему? Потому что играют только парни. Она реализовала себя на клубном уровне, становилась лучшим бомбардиром турецкой лиги, но всегда мечтала о чем-то большем. Конечно, я бы, если честно, хотела бы поиграть за сборную. В детстве я хотела играть за Беларусь, да, вот. И очень хотела, мечтала об этом. Но сейчас я просто хочу поиграть за сборную. Мне предложили турецкое гражданство. Я думаю, наверное, в скором времени и дам им ответ. Что будет с девочкой Сашей, если ее увлечение перерастет в нечто большее? На данный момент это риторический вопрос. Александр Бегляков муштрует своего сына на скалодроме. Все, что здесь есть, его рук дело. Соорудил конструкцию, докупили все необходимое оборудование, собрали заинтересованных детей и начали заниматься. Он из тех родителей, кто поддерживает любые инициативы своего ребенка, связанные с личным развитием. Утром бассейн, днем скалодром. Сам является мастером спорта по туристско-прикладному многоборью. Судьба сына была предрешена. С детства со мной на всех соревнованиях. То есть, либо оставлять в таком возрасте, в трехлетнем одного, либо приходилось, я все время в разъездах, ну, просто приходилось ездить со мной, поэтому он с детства видел это. Скалолазание тоже работает вся группа мышц. Координация в первую очередь. То есть, тело запоминает определенные движения, которые ему надо делать. Кроме этого, работают, я говорю, уже все группы мышцы. Плечевой пояс и ножки. И мышление в первую очередь. То есть, тоже очень сопутствует развитию физическому организму. Поэтому такой вид спорта, в котором развивается, можно сказать, все. Теперь вот сын заразился хоккеем. Александр при случае сам выходит на лед. Причем не просто покататься в удовольствие, а чтобы помочь тренерам. Как-никак 110 детей занимаются. Лишняя подсказка не помешает. Ребята пошли отовсюду. Пришли с футбола, пришли с лыжных гонок, пришли с легкой атлетики. Попробуют, кто останется, это будет полезно. Предложил тренеру, все равно прихожу, сына привожу. Либо я час сижу, отдыхаю, либо с ними тут помогаю. Тем более, школу закончил, можно сказать, с детьми всю жизнь отработал. Поэтому опыт есть. На вечерней тренировке детей значительно меньше. Человек 10. Многие помогают родителям по хозяйству. Кто-то улетел в отпуск. Поэтому в занятиях взяли паузу. Это уже более старшая группа от 2007-2008 годов рождения. Поздновато для стартов хоккея. Да, два года мы точно потеряли. Ребята хорошие, ребята хотят. Я думаю, ну, будет толк и с них. Кстати, взаимоотношения между родителями и тренерами в Шкловской школе близкие к идеальным. Тренер – это особая тема. Он воспитывает и детей, и родителей. Он умеет диалог держать с ребятами. Они его не боятся, они его уважают. Просто-напросто уважают. Он отругает там, где надо. Там, где надо, похвалит. Он всегда за тренировку поблагодарит. В принципе, детям нравится. Они любят его, это самое главное. Потому что сейчас мало таких тренеров, которые могли бы так с детьми общаться хорошо. По пять кувырков каждому. Что, кому непонятно? Тебе что непонятно? Я сказал, что шайбами играть? Еще по пять кувырков! Да, с родителями у меня пока проблем не возникает никаких. Не знаю, может, мой авторитет тут гасит что-то. Ну, пока они только помогают. Я думаю, да, что-то возникнет со временем. Потому что, ну, в свое время я это проходил, когда мой старший занимался. Ну, здесь, я же говорю еще раз, повторюсь, что менталитет немножко другой, чем в областных городах. Тут как-то по-домашнему все, все друг друга знают. Ну, я думаю, все нормально будет у нас. Разве что времени катастрофически не хватает. Малахов трудится на полставки и ездит сюда из Могилева. В областном центре он еще работает кладовщиком. Правда, за полгода удалось сделать очень многое. Когда я вот набрал группы, я понял, что с ними надо заниматься и заниматься. Даже простыми этими вещами, физическим, обыкновенным воспитанием. Что, ну, ребята не могли ни отжаться, ни подтянуться. Буквально за полгода мы так, я считаю, мы нормально так в ускоренном как-то... Ну, нам надо догонять. Нам надо всех догонять. Потому что, ну, не угнаться, да. Ну, будем стараться. Поэтому и занимаются в межсезонье. Всем привет! Я Дмитрий Мельчуков, братарь хоккейного клуба «Юность Минск». Сейчас лето, и в межсезонье сложно найти где-то лед. Но это не повод забывать о тренировках. И поэтому я сейчас покажу пару упражнений, которые будут полезны юным вратарям. Вратарю очень важна координация, в том числе и ловля шайбы. Но так как сейчас лето, мы используем мячи. Это может быть теннисные мячи или любые, которые хорошо отскакивают. Важно находиться в вратарской позиции, которую ты будешь использовать на льду. Далее мы просто бросаем мяч об стенку и ловим его рукой. Здесь очень важно следить за мячом и до самого момента, когда он окажет себя в руке. Далее можно усложнить, использовать два мяча и одновременно их бросать. Также в стойке, которую мы используем на льду, сгибаем колени, бросаем два мяча и ловим их двумя руками. Можно еще усложнить и бросать мячи крест-накрест. Это немножко усложнит задачу. Но если много будешь тренироваться, то все получится. Если у вас есть доступ к перчаткам, клюшке летом, то это еще облегчает задачу. Можно максимально приблизить это ко льду и делать те же упражнения, только с использованием ловушки. Также можно отрабатывать ловлю мяча на живот. Я сейчас покажу пару примеров. Независимо от того, ловишь ты ловушку или на себя, надо обязательно смотреть на мяч и фиксировать его взглядом до самой ловли. Помимо тренировок с командой, мы еще целыми вечерами пропадали на открытой площадке и играли там до самого поздна. Зимой у нас было залито какое-то поле, а летом мы играли просто на земле клюшками, мячом. Поэтому у нас хоккей был круглый. Я не сказал бы, что у нас там какой-то особенный подход был или у меня, или у моих друзей. Но просто было какое-то желание, и мы очень любили хоккей. На самом деле не имеет значения, где заниматься. Главное, чтобы было желание. Это работа летом тебе поможет, потом зимой, в сезоне. Это всякое лучшее, чем бежать на диване. Молодой тренер Андрей Деревяшкин готовит свою группу к выходу на лед. Он пока занят ребятами, постигающими азы шорт-трека. Вообще вариантов, чем занять ребенка сейчас в школе, много. Фитнес, плавание, силовая подготовка, лыжероллеры. Совсем скоро откроют секцию гребли. Лодки уже закупили. Деревяшкин, воспитанник Гомеля, закончил играть в 18 из-за травмы. Затем получил образование. Тренерскую карьеру решил начинать в небольшом городе. Когда приехал в Шклов, встретили его отнюдь не хлебом с солью. Не продержишься и недели, заявили в местном райисполкоме. Увидел ледовый дворец по телевизору, открывается. Приехал сюда работать. Ну, сначала пытались кое-как. Говорили, с Минска приеду тренера работать. У меня взяли сюда. Ну, позвонили, все. Я приехал сюда работать, в принципе. Ну, да, мне все нравится. Только с жильем проблемка имеется. Нюансы проблемки Андрей уточнять не стал. Но, рассказали родители, поселили молодого специалиста в старом общежитии ПТУ, где даже нет горячей воды. Зарплата у него 400 рублей. Около 90 отдает на аренду жилья. И не жизнь, а выживание. По одному человеку до бортика, до синей линии доезжаем. Тормоз в левую сторону, перешагиванием. Понятно? Давай, поехали. Вообще, это проблема. Когда речь идет о работе с детьми, где ты должен вкладывать всего себя без остатка, но при этом вынужден думать о том, за что поесть и как помыться, могут опуститься руки. Но деревяшки не отчаиваются. Лишь нахваливают воспитанников. В Могилевские приезжают дети, как бы. Они по два года занимаются. Но эти начинают догонять. В Пловске их. Здесь работаю полгода. В принципе, за полгода они уже начали. Очень хорошо показатель стал, вырос. Когда они пришли сюда, они не умели кататься. На коньках стоять не умели. Ну, научились за полгода, по крайней мере. Дальше думаем развиваться, играть. Здесь пока не мечтают о каких-то сверхрезультатах. Когда работаешь всего полгода, не до этого. Но, заметно, люди, создающие с нуля шкловский хоккей, амбициозны, настойчивы и верят в тех, с кем работают. Я здесь не из-за денег, как бы. Это в душе, это все. Дети, хоккей. Мне хочется научить их, как-то передать то, что я знаю. И, даст Бог, мы надеемся на сборную. Все в наших руках. Субтитры создавал DimaTorzok